21 век дал человечеству за свои неполных два десятка лет столько, сколько, наверное, не дал весь 20 век. Это айфоны, скоростные поезда, алгоритмы цифровой идентификации лиц по фото и социальных сетей и многое другое. Но, как говорится, все новое есть хорошо забытое старое. И эта старость совсем не измеряется тысячами лет. В качестве культурного наследия от прошлых веков человечеству достались труды художников-катастрофистов. Отличались они тем, что на всех произведениях были запечатлены руины различных непонятных сооружений. Причем эти руины местами были огромного масштаба. Что это было? Гротес художника или все же зарисовки с натуры? Подобных развалин такого размера в Европе уже не найти. Если они и были, то вполне возможно, что их разобрали люди или их окончательно добили многочисленные войны 19-20 веков. А может быть, их просто засыпал недавний загадочный катаклизм, который все официальные исторические источники предпочитают скрывать. Одним из ярких представителей художников-катастрофистов является Джованни Батиста Пиранези. По его трудам написано такое великое множество статей, что перебирать их сейчас нет смысла. Но не только он один трудился на этом поприще. Множество художников, подаривших миру картины и гравюры, остались малоизвестными. Их труды в больших количествах имеются в цифровых архивах по всему миру. И на них почти не обращают внимания. Разве что для неутомимых исследователей истории они до сих пор представляют интерес. И, конечно, многие такие творения удивят. Действительно, с чего бы в Европе взяться таким пирамидам? Но мы не будем отвечать на этот вопрос, а взглянем на это несколько под другим углом. Многие, кто интересуется этой темой, наверняка обратили внимание, что такая вот, например, гравюра очень смахивает на то, что она сделана из фотографии. Но очень качественным способом. Это не 20 век, когда как будто только научились печатать фотографии в газетах растровым способом. Неужели в 19 веке это вовсю применялось? Очевидно, да. На тот факт, что гравюра происходит не от рук гравюра, говорит много признаков. Это, например, правильность солнечных теней. Очень точно изображенные мелкие детали. Например, птицы в небе на расстоянии несколько сотен метров. Да и много чего другого, что видно сразу профессиональным художникам. Но раз мы начали с достоинств 21 века, давайте вспомним еще одно, что для всех уже стало привычным, а именно фотошоп. Хоть он и появился в 20 веке, но распространение его пошло гораздо позже. Представлять его не надо. Даже при обилии более простых программ для редакции фото, им продолжают пользоваться все профессиональные фотографы. С помощью этой программы можно превратить обычное фото в любое стилизованное, в том числе под старину. И очень много фото сейчас превращают в подобного рода гравюры. Смотрится стильно и многим нравится. А что? Интересно, а кто-нибудь пытался сделать обратное? А именно, подобные гравюры катастрофистов перевести в обычное фото, из которых их делали. Алгоритм такого преобразования фото совсем несложный. Раз, два, упс, ничего себе картинка. Не идеально, конечно, но и некоторые оригинальные фото 19 века выглядят не лучше. Судя по тому, как получились облака, лично у меня не вызывает никакого сомнения, что эта гравюра получилась из фото. А кому и зачем это было надо? Вопрос на самом деле риторический. Но не Пиранези, это точно. Даже сейчас, при наличии суперреалистичных фотографий, живопись никуда не девается. Это искусство как-никак. И тогда, и сейчас оно было. Или вот такое. Обратная картина в стиле Пиранези. Каких очень много. А если преобразовать? И здесь, скорее всего, соратники Пиранези бегали с фотоаппаратом. И сняли такую картину при ярком солнечном свете. Уж больно реалистично это получилось на гравюре. Так что, либо эти руины снимали в 19 веке, либо до 19 века. Фотодело вовсю практиковалось. Но это надо было скрыть. Фотографии из таких, с позволения сказать, гравюр, получаются очень интересные. Очень интересен фотоаппарат, которым делали фотографии этих городов. Люди, которые стоят на фото, больше похожи на карикатурных персонажей. Но это те самые люди, наверное, из 17 века. Такими они и были. А на некоторых фото отчетливо видно даже дым и потоки солнечного света. Такое вот у нас хорошо забытое старое. Ссылка на озвученную статью, как всегда, будет в описании к видео.